Российские солдаты пытаются избежать смертельных штурмов, а командование армии определяет цену их жизни в рублях. Об этом рассказал 18-летний рядовой 57-й мотострелковой бригады РФ, который прошел через передовую. Он поделился реальными историями о взятках, которые берут командиры, чтобы вывести бойцов из самоубийственных операций, и о том, какие суммы фигурируют в этих схемах. У нас в одном вообще миллион сто забрали. Как? Какие опыты? Просто представили перед фактом. Он у нас был трехсотый, у него спина. Его толкали на передок. Он сказал, я со своей спиной, что я не пойду. Его поставили перед фактом. Да так, и покупай машину, и такую, которую мы хочем, и можешь остаться. Тихо-то вот, все, мы купили машину, остался второй. Также военное начальство РФ пугало солдат тем, что ждет их в случае сдачи в украинский плен. Уши, нос отрезают, яйца тоже издеваются над людьми. Но я этого не вижу. К нам относятся нормально. Медицинскую помощь оказали, накормили, напоили. Нормальные отношения не бьют. Этих юных срочников Россия отправила на убой в Курскую область, чтобы они дали отпор опытным наступающим украинским подразделениям. Всем по 18-19 лет, говорят, воевать не хотели, никого не убивали. Мы не вступали в контакт. Мы никого не убивали. Ты толстый, сколько завалил пацана в Украине? Сколько? За срочник. Ну что, срочники не убивают? Нет. В издании Верстка рассказывают, что в Курскую область возвращают обратно даже тех срочников, которых оттуда сначала эвакуировали. После этого солдат просто уговаривали подписать контракт, но вскоре уже открыто угрожали тюрьмой за отказ вернуться на границу. Уговоры стали более жесткими. Начали говорить, что, в общем-то, ребята, все равно отправитесь на передовую. Но если вы заключите контракт, то хотя бы у вас будут выплаты, потому что в статусе срочников вы ничего не получите. Затем приехал, опять-таки у нас тоже есть запись разговора, которую записывал срочник и скидывал своей матери, как приехал некий военный прокурор. И он им уже угрожал, кого-то даже уводили в наручниках. 18-летний Алексей, говорит, вовсе не ожидал оказаться на передовой, ведь когда вступал в ряды Росармии, обещали держать в тылу. А после войны – светлое будущее. Обещали мне держать в тылу большую зарплату, много льгот, чтобы я мог потом после войны пойти в любое учреждение отучиться, чтобы жизнь у меня будет нормальная. Потом после этого меня обманули. Меня закинули на участие штурмового-штурмовую группу. Я отказывался, убегал от бега, скрывался, чтобы не ехать. Другие российские солдаты признают, пошли на войну, чтобы заработать. Говорят, иного шанса прокормить семью не было. Потому что мне ребенок не болит. Вам нужны были деньги? Да, мне надо за ним хожусь. Там особо уход. Военные РФ, попавшие в украинский плен в Курской области, признаются, что не понимают, в чем смысл войны, но как это остановить, не знают. Ну это опять и необходимость уходить. В России мало земли. Ну вот. Прием куча. Так зачем тогда? Да, прием куча земли, которая просто не знает. Мы же занимаем решение, давайте откровенно. Я всеми правдами не пойду, короче, не возьмусь за оружие и не приду к вам дома кого-то убивать. Мне это не надо. Правда, учитывая то, что эти заявления солдат РФ сделаны во время нахождения в плену, мы не можем гарантировать, что все произнесенное отражает их истинные взгляды. Что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми знать главные события войны.